Хей-хей-хей, всем-всем привет от Кэт. Вот она я опять в эфире. Я сегодня просто в таком настроении, что я даже не могла, не могла не выйти в эфир и не сказать вам хай. Я вернулась на круги своя. Я вернулась в свою привычную, позитивно-активную, рутинную жизнь. А именно, я вернулась сегодня на йогу. Боже, вы не представляете, как йога действует на меня. У меня душа встречается с телом, жить хочется заново, у меня настроение на весь день. И вы знаете, все, настал сентябрь. И у нас, посмотрите, у нас жара. Посмотрите, я вот в такой вот просто маечке. У нас, наверное, бабье лето в Америке, правильно так называется? Здесь оно называется Indian Summer, индийское лето. И что? Вот она я опять. И сегодня я хочу с вами поделиться очень-очень одной интересной историей. Я, конечно, понимаю, что многие, наверное, отнесутся как-то, знаете, очень консервативно к этой затронутой мной тематике сегодня. Но я хочу вам напомнить, что я вещаю, кричу и транслирую это видео из Америки. А в Америке у нас к этому относятся совершенно лояльно и спокойно. А именно сегодня я хочу вам рассказать, как здесь в США у однополых родителей появляются дети. Не просто дети, а свои биологические дети. Вот вы подумайте и скажите мне, что вы думаете. Вы, наверное, думаете, что вы абсолютно знаете или можете предположить, догадаться, как что происходит. Я тоже так думала до поры до времени, до того момента, когда мне рассказали очень одну такую, знаете, интересную, интересную для меня познавательную историю. Я этого не знала. И я всегда не перестаю удивляться каким-то новым историям, каким-то новым ситуациям. И вот это вот меня, вы знаете, даже очень-очень, хочу вам сказать, удивило. Ну что, начну с того, что эта история 100% достоверная. Эта история была рассказана моей одной приятельнице, очень хорошей знакомой. Хочу вам сказать, мы с ней встретились много-много лет тому назад и очень хорошо сдружились-подружились. Знаете, все-таки должен быть контакт. С кем-то ты можешь дружить, с кем-то нет. И вот мы с этой девочкой очень хорошо подружились, а потом так сложилась судьба, наши пути разошлись по разным причинам. И я ее не видела, может быть, вы знаете, несколько лет. И потом совершенно случайно мы встретились, вы не поверите, вы не поверите, мы совершенно случайно встретились в ресторане. Представляете, мир тесен. Сколько здесь ресторанов, сколько здесь городов. И мы встретились именно в одном городе, именно в одном и том же ресторане в то же время. Я верю, что судьба сводит нас с теми людьми, с кем мы должны идти по жизни. То бишь, это ваш жизненный партнер и тоже ваши друзья. Ничто просто так, вы знаете, не проходит, и люди просто так не встречаются. Я в это верю, я это знаю. И вот, когда в очередной раз мы с ней встретились, мы стали активно встречаться, общаться, и наша дружба возобновилась. Между прочим, сегодня вечером мы опять с ней встречаемся, пойдем на девичник, на променаж. Мальчиков не берем, мальчики. Мальчикам не разрешаются к нам присоединяться. И что хочу вам сказать. Она мне рассказала свою историю, которая с ней случилась. Она получила новую работу. Новую работу, очень интересную, частную работу. По каким-то своим знакомым, через друзей. Кто-то ей предложил, она пошла на собеседование, и из большого количества людей ее отобрали. А знаете, какая у нее работа? Она устроилась частным бобиситтером к маленьким деткам. Очень, очень. Когда я говорю очень, это там измеряется такими нулями доход в этой семье, что для меня, нас, смертных, такое каждый день не встречается. Ее наняли бобиситтером к деткам в очень-очень богатую семью. Они находятся в Нью-Йорке, живут в Нью-Йорке. Эта семья состоит из двух мужчин. Из двух мужчин. Это пара, они официально женаты. У них есть официальные бумаги, что они состоят в браке. Одному мужчине 50 лет, а второму молодому 30 лет. Чувствуете разницу, да? Как сейчас, это очень-очень распространено. И, конечно, тот, который старший, он владелец всего этого состояния. Этот мужчина работает на очень-очень большие серьезные структуры в Нью-Йорке. И перед тем, как нанять мою приятельницу на работу, она подписала очень-очень много бумаг, в том числе о неразглашении личной информации. Поэтому она мне никогда не говорила их имена, ничего конкретного, какие там компании, какие там доходы затронутые. В общем, поэтому эта история вот такая, вот, знаете, безликая, но за ней стоят реальные люди и реальные события. Ну, чтобы вам описать доход этой семьи, я скажу, что у них есть частные самолеты, чувствуете, да? Частные пилоты, которые их перевозят в точку А, в точку Б. У них есть особняки, один из особняков у нас находится в соседнем штате, и там была озвучена цена в 50 миллионов долларов. В общем, вы чувствуете, да, уровень? Есть богатые люди, но это уже, по-моему, гораздо на несколько левелов выше. У них есть дома где-то в экзотичных странах, как Коста-Рика, они туда ездят отдыхать, и у них двое детей. И вот я вам хочу сегодня рассказать, как эти два ребенка появились на свет. Вы знаете, очень интересно, я такого никогда не слыхала. Значит, да, семейная пара, состоящая из двух мужчин, что они сделали? Конечно, они обратились за медицинской помощью. И медицинская помощь состояла в чем? От старшего, я не знаю, как они называются, два мужа, да? Мужа? Давайте будем так говорить. Муж старший и муж младший. Потому что по-другому, как по-русски их назвать, я не знаю. Подскажите, если кто знает. Значит, только, пожалуйста, я вас очень умоляю, кто меня сейчас слышит и видит. Нас иногда смотрят подрастающие поколения, даже те, кому 18 лет, я их называю. Молодежь, у которых не сформировавшаяся еще психика. Поэтому, пожалуйста, используем и контролируем наш богатый русский язык. Если вам что-то хочется написать сверхэкстраординарное, пишите мне, пожалуйста, в личные сообщения. А если у вас позыв сердца написать что-нибудь в комментариях под этим видео, которые доступны абсолютно всем, пожалуйста, будьте культурны и уважительны. Хорошо? Спасибо большое. И вот, от старшего мужа взяли биологический материал. Надеюсь, вы понимаете все, что это за биологический материал, да? А что делать с молодым? Они же хотят как-то это все объединить, чтобы гены были. Вы знаете, что они сделали? Такого я не слыхала. У этого молодого мужа есть родная сестра. И с помощью медицины доктора взяли яйцеклетку от этой сестры и оплодотворили ее вот с этим биологическим веществом от старшего мужа. И то есть произошло зачатие. Они это поместили все в пробирочку до нужного момента. И потом, когда пришел час, они это все подсадили в женщину-инкубатор, которая выносила 9 месяцев и родила этого ребенка. Я только могу предполагать, спекулировать и догадываться в своем таком бурном воображении, сколько это все стоило. Но я думаю, что даже до конца мое воображение не может представить размеров всего потраченного. Но тем не менее это было сделано и даже не один раз, а два. У них родилась вначале девочка, а ровно через год они повторили этот процесс, и у них родился мальчик. То есть сестричка с братиком. Как вам нравится. Я, честно говоря, сама как медик, вы знаете, я была просто вообще просто проржена. Это же надо. Правда, надо было еще додуматься до такого. И действительно, понимаете, получились, что это их биологические дети. С их генами скрещены. Это удивительно. Просто удивительно. Конечно, если мы начинаем задумываться более глубже в эту ситуацию и думать о детях, здесь у меня двоякие мысли и чувства. Конечно, у них будет состояние такое, что они будут обеспечены до конца своих дней. Но все ли измеряется деньгами? Вы представляете? Да, я уверена, у этих детей будут частные учителя, частные воспитатели, как это уже сейчас у них в доме. Вы не представляете? Просто три повара. Представляете, нет? Три повара. У них четыре бебиситера. Четыре бебиситера. Они меняются, разные часы, выходные, кто-то дневной, кто-то ночной. У них там такая команда, которые содержат дом, которые содержат зеленый участок, ухаживают там, не знаю, за машинами. У них там такое количество машин. В общем, вы понимаете, да? С материальной точки зрения проблем нет. Ну, а вот так вот, знаете, когда, если кто-то когда-то спросит этих детей, да? А где твоя мама? Да? В общем, не знаю. Вот этот вот вопрос очень такой щепетильный, да? Но, тем не менее, я, кто я такая, да? Я никого не осуждаю, ни в коем случае. Никого не обвиняю. Раз такое здесь делается, да, с помощью докторов, значит... Ну, значит, это все законно в Америке. Вот такая вот ситуация. Как вам нравится? Ну, знаете, я просто была поражена, честно говоря. И вот моя подружка рассказывает, что детки замечательные. Она воскресная. Она воскресная бэбиситер. Но ее очень часто берут в различные путешествия. И вот сейчас вот летом, она мне рассказывала, они были во Франции, они были в Диснейленде. И еще что, если ей нужно передвигаться, бэбиситер из дома до их дома и потом до какой-то точки назначения, за ней всегда присылают лимузин с личным водителем. Они летают на личных самолетах. В общем, конечно, это такие истории. И вы знаете, что просто-просто-просто я такого даже не то, что не видала, но и не слыхала. Еще она мне рассказывала, что она присутствовала на очень многих мероприятиях, вечеринках, которые они устраивают у себя в особняке. Ну и хочу вам сказать, что да, она сэкцентрировала свой рассказ на том, что, конечно, эта пара окружает себя и дружит людьми. Большинство из них, 99% она сказала, той же ориентации. И еще что она сказала мне, что вот ее впечатление, она была поражена. Они все очень образованные, у них у всех очень большие позиции в той или иной области, где они работают. Они все состоятельные, богатые, даже богатейшие люди. И она сказала, они все абсолютно красивые. Красивые в том смысле, что она говорила, каждый из них следит за собой, за своей внешностью. Каждый занимается спортом, все спортивные, подтянутые, никого нету. Вы знаете, вот с таким вот пивным пузом или с трясущейся лишней висящей кожей. И все очень культурные по отношению к обслуживающему персоналу. Знаете, бывают такие вот снабы, да, снабы, как они говорят, которые относятся к людям пренебрежительно. А вот в этой семье она мне говорила, они меня так уважают, так ко мне относятся, что я себя чувствую как член их семьи, а не как просто человек, который на них работает и который занимает какую-то, вы знаете, такую должность, как прислуги. Вот, мне это было приятно слышать, вы знаете, потому что я считаю, что это очень важно. Я здесь встречала людей, вы знаете, какая-то медсестра, которая наймет тебе, например, уборщицу, да, и она вот так вот пальцы себе ставит. Столько таких историй на отделении у себя слушала, вы не поверите, вы знаете, пальцы веером и начинают про нее жаловаться. О боже, она не умеет убираться, она вообще ужасная, жирная корова и т.д. и т.п. Это ужасно, вы знаете, это такое чувство, знаете, как из грязи в князи, вот такие вот люди себе позволяют такие вот комментарии и выходки. А люди, кто действительно уже достиг больших целей и большого уровня, действительно культура проявляется совершенно по-другому. Вот такая вот история, мои дорогие, вы знаете, я надеюсь, что вам было тоже интересно так же, как и мне, узнать вот о такой интересной, неординарной семье, которая находится у нас здесь, в Америке. И конкретно мы живем между Селадельсией и Нью-Йорком. Кто никогда не был, приезжайте, приезжайте к нам в гости, у нас, посмотрите, солнышко, красота и тепло. Между прочим, я потеряла свои солнечные очки, это у меня старые, так что у меня теперь есть повод прикупить еще одни. Наверное, 253 пара будет. На этом я не говорю вам до свидания, я говорю вам сиюсун, увидимся совсем-совсем скоро. Я вас всех люблю, целую, хорошего вам дня, веселого настроения, окружайте себя людьми только позитивными, добрыми, активными, оперативными, меньше негатива, больше положительных, хороших и веселых эмоций. И мы совсем-совсем скоро увидимся с вами. Это была Кэт из городка Вископ. Пока!